Годится, да? Угу. Чись ножом. Здравствуйте, друзья. Темой сегодняшней нашей беседы будет изготовление хреновины. Мы сегодня поменялись местами. За кадром моя ненаглядная. Здравствуйте. А я здесь. Ну, хреновина, это такая закуска, офигенно ценная, которая экономит семейный бюджет, особенно для малоимущих, невероятно. В чем экономия заключается? В том, что она становится барьером для всяких ОРЗ, ОРВИ и другой нечистой силы. Во время таких периодов особо опасных для заболеваний, осенне-весенний период. Ну, для изготовления хреновины нам понадобится 1 килограмм помидор, полкилограмма хрена, 150 грамм чеснока, ложечка сахара, ложечка соли и немножко масла. Это небольшой секрет. Сразу его вольем. У нас плитка медленно греет, чтобы она успела прогреться. Нагреется, потом кину луковицу. В конце мы скажем, для чего. Самая главная угроза для хреновины это длительное хранение. Она может 2-3 месяца, конечно, свободно храниться, но чтобы хранить ее как можно дольше, чтобы ее хватило где-то до апреля месяца, то сегодня мы расскажем о том, как ее хранить. хранить нашу технологию. Значит, для начала помидоры надо тщательно помыть. Все мы знаем, что на поверхности ягод, фруктов и овощей имеются дрожжи. Они там... Вот именно они уславливают процесс брожения продукта. Вот так надо тщательно промыть каждую помидорину. Мы килограмм заготовили, я не буду отнимать ваше время. Но потом, после того, как помыли каждую, потом еще раз прополоскать, если где-то там остались. А плюс к тому же сода. Для чего нам сода пищевая? Это вот на 1 литр воды нам надо откинуть ложку соды, тщательно разболтать, чтобы она растворилась. и затем помытые, вымытые помидоры, вот столько, как мы второй раз их вымоем, мы их сложим в ведерочка с этой водой, ну, в посуду, с этой водой, и они там выстается минут 10-15. За это время те, которые мы не успели смыть дрожжи, их доубивают. После чего их надо будет вытащить, просушить, удалить плодоножки и измельчить, и получится вот такой 1 литр, который мы уже приготовили заблаговременно. В чем опасны дрожжи? Дрожжи – это коварная сила. Знаете, вот в Одессе, когда-то я работал по дрожжевой фабрике, и один рабочий стибрил, ну, не сунны в советское время говорили, 10 килограмм дрожжей, и тут на его след попала милиция. Он сбежал на улицу Онежскую, где он живет, забежал домой, успокоился, сбежал, и тут стук в ворота. С перепула он хватает эти дрожжи и в уличный туалет, там частный сектор, в уличный туалет, который на улице, он бросает их туда. Ну, в результате оттуда поперло, вы сами понимаете, что он несколько дней и в целлофановых мешках, и в ведрах, и в чем хочешь, выносил куда-то туда, на оптовые базы, туда дальше, где-то, ныкал, контейнера, соседи его проклинали, ну, а оно продолжало лезть, и лезть, вот такая сила дрожжей. Чтобы наша хреновина не полезла, мы проделали этот процесс. Это одно условие, чтобы как бы, благодаря чему, оно будет храниться как можно дольше. Следует другое условие, мы вам скажем, уже в самом конце. А теперь, вот я забыл, мы будем пропускать хрен через мясорубку, а для того, чтобы наши глазки не сильно плакали, наденем вот такой кулек, и не надо даже и тарелки. Надо было еще резиночку. А ну, скажи стоп-паузу, сейчас я принесу резинку. Вот такую резиночку, я маленькая, но ничего, она как раз подойдет для наших целей. Вот мы ее наденем, и потом будем по мере вытягивать. Теперь мы включаем, и запускаем. И запускаем. И запускаем. Песнок все равно ставим совсем. Да, хреновина пробирает до слез, еще не готовая. А на улице дождь. Да. Делать нечего, на улице дождь. Занялись хреновиной. И мы занимаемся хреновиной. Ну вот, все готово. Представляю, как бы я плакал, если бы не поставил кулек. Для того, чтобы легче было, чтобы не угробили машинку, надо вдоль волокон, не поперек, а вдоль волокон потоньше хрен резать. И тогда он легко проходит. Как лапшой. Да. Пока тут камера была выключена, я чуть-чуть поэкспериментировал, сразу делюсь с вами. Теперь, теперь, теперь мы все это выливаем вот сюда в одну посудину. Один килограмм помидор, который мы заготовили заранее. Так. Помидоры надо брать, которые помясистые, чтобы они были немножко погуще. Так. А хрена какой вес? Полкило, я же говорил. Килограмм помидор, полкило хрена. Полкило хрена, 150 грамм чеснока. Теперь ложечку соли. Чайную, да? Да, да, вот такую. С верхом хорошим. Ну, это на любителя, конечно. Ну, еще по вкусу можно добавить. Да, и сахар. Ух ты, блин, как он попер. Где ложка, срочно надо перемешать. Как только высыпал, как только высыпал, он попер. Говорят, его в блендере взбивать, но в блендере потом набирается много воздуха, его надо ждать. Мы перебьем ложкой. Чем нам не блендер? Вот такой, чух-чух-чух, да? Так. Эти у нас уже баночки простерилизованы, крышечки простерилизованы. Сейчас мы будем накладывать. Это прекрасный консервант. Тут и чеснок, и хрен. И соль, и сахар, и все консерванты. Да, все консерванты. Ну, соль и сахар, она не в значительных количествах, но, наверное, тоже в свою роль сыграет. Это такая закусочка, даже намажешь на хлеб, съел кусочек в процессе еды, и обеспечен защитой на целый день. А до холодца? О, до холодца. Этого вопросов нет. Хрен всегда с холодцом. Это главные партнеры между собой. Так. Вот. Оно у нас уже, можно сказать, что почти все и готово. А теперь берем ванночки. Желательно ванночки маленькие, потому что оно в больших количествах не идет. Ну, если нет маленьких баночек, придется делать большие. Если у вас только двое, будете кушать из маленькой баночки. Если у вас больше, будете открывать большую баночку. Вот. Всем детям, трое детей, всем по баночке. И вот для чего мы делали масло. Масло раскаленное. Оно будет у нас сверху, на этом самом... Нет, это мокрое. Сейчас я возьму. Вот. Оно у нас будет сверху и не даст портиться дополнительный консервант. Вот оно раскаленное, сразу возьмет поверх. Так, вот. И лучок пахнет так. Ну, а лук именно, лук дает, чтобы оно не было такого запаха масла. Вот. И вот мы закрываем. И эта баночка смело будет стоять. О, все. До апреля месяца. Можете дольше. В подвале. Не обязательно даже в холодильнике. Ну, а если в холодильнике, то она, наверное, и год простоит. Только все в холодильнике не запихнешь. Вот поэтому у нас и дополнительные меры по увеличению сроков хранения. Если до Нового года не сидим, то на Новый год и Рождество точно сидим. Так что это до апреля. А я еще сделаю, не переживай. Надо, чтобы хватило до апреля, чтобы самый опасный сезон заболевания, чтобы это было под рукой. Я же говорю, это сэкономит. Сколько, какие сейчас лекарства, сколько ты на лекарствах угробишь денег. А хрен он на огороде вывести не можешь. И он будет просто так пропадать. Пускай и компенсирует то, что мы ему позволяем расти на нашем огороде. Так, вот. Вот у нас третья. Так. Ой, это не коробка. А то я буду мокрой. Ой, а что-то я все перепутал. Что-то я растерялся. Не даром меня дедом отзывают. Слушай, обидно, а? Какое тебе, дед, а? Нехорошо. Ну да ладно же. Что ж, по возрасту ты дед. А в душе-то? О, алло. О, да, ну, ничего. Это не самое главное. Все равно спасибо за то, что посещаете наш канал. В любом случае. В любом случае это приносит нам свои дивиденды. И скоро, возможно, мы за нашу пенсию не правительство будем благодарить, а соловческое. Наших друзей, подсчитателей из ютуба, из интернета. Которые нам нравятся, и мы всей душой желаем, чтобы мы им нравились. Вот. Вот это вот прекрасная заготовка названы были. Хреновина, горлодер. Ой, как его только не называют. Вервиглас. Вервиглас, огонек. Хотя, где же это огонек? Огонек нежный, а это тигровый оскал. Ну, сейчас постояла возле этого точно вервигласа. так, ну, это уже все. Это мы сегодня что-нибудь с органами доедим, да, мама? Угу. Так, ну вот. Вот что у нас получилось. Так, плитку выключим, чтобы экономить. Ну, это по 650 грамм, это 0,5. И тут сколько тут? 150, 200, я не знаю. Ну, так, близко, 2 килограмм, конечно, нет. Ну, согласно продукту. Ну, что, благодарим вас за внимание, уважаемые. Если вам понравился рецепт, пишите комментарии. Пока!